Своё эко-путешествие участники акции начали с территории Грибного канала. До пункта назначения Красный Двор активисты добирались на велосипедах. Это своего рода дань уважения природе. По прибегти на место, на первый взгляд показалось, что прибрежная территория не такая уж и загрязненная. Лишь пару бумажек до окурков. И вроде бы не надо здесь полсотни человек, чтобы это убрать. Но копнув чуть глубже, зайдя на пару метров в лес, становится видно истинное лицо некоторых отдыхающих. И это при том, что само место для плавания огорожено знаками купания запрещено. То есть априори здесь не должны проводить досуг люди. Взглядное пособие того, как люди отдыхают, а потом оставляют после себя. Ну а мы, поскольку экологически боремся за экологию, чтобы было чисто, мы это сейчас все приберем. Убранная территория заняла несколько сотен квадратных метров. Заполнены десятки больших мешков для мусора. Подобная свалка по размерам сопоставима с улицей Советской. От ее начала и до самого конца. Благо на все зло есть добро, и в этот раз его осуществили работники Брест Энерго совместно с добровольцами. Мы все работники Брест Энерго, мы любители природы, а вообще фанат любых акций, скажем так. И нам было предложено поехать, поучаствовать в экологической акции, убрать наш родной, любимый Брест. Решил принять участие, потому что я такой сторонник экологической чистоты, безопасности нашей страны. Я подготовился собирать мусор, который несознательные граждане оставляют в лесу. За прошедшие полгода активисты Брест Энерго провели около 20 экологических акций и на этом не собираются останавливаться. В ближайшие месяцы в городе над Бугом еще несколько территорий массового отдыха людей очистятся от мусора. Тем не менее, состояние экологии в городе зависит исключительно от самих горожан.